МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В этот раз казна пополнилась более чем на 499 миллионов рублей. Налогоплательщики выполняют норму действующего законодательства. Сегодня мы администрируем с органами правопорядка, с прокуратурой Чувашской республики, с налоговой службой. Прикрываем серые схемы. Это позволит дополнительно профинансировать взятые обязательства по государственным программам. Значительно увеличиваются расходы на здравоохранение, образование, укрепление материально-технической базы учреждений и инвестиционные цели. Так, более 27 миллионов уйдут на обеспечение лекарственными препаратами. 26,5 миллионов – из резервного фонда президента Российской Федерации на капитальный ремонт здания Республиканской детской клинической больницы. Почти 14 миллионов – на внедрение в общеобразовательных организациях системы мониторинга здоровья обучающихся. Пересматриваем расходы дорожного фонда. Расходы дорожного фонда увеличиваются на сумму дополнительных поступлений. Данная сумма также по целевому назначению будет направлена на ремонт содержания и республиканских муниципальных дорог. Существенная сумма предусматривается на поддержку муниципальных образований, это субсидии на выравнивание обеспеченности расходов бюджета муниципальных и городских кругов. Соответственно, эта сумма будет предусмотрена в текущем проекте закона, которая сегодня будет рассмотрена госсоветом – это более чем 236 миллионов рублей. С учетом внесенных изменений, расходы бюджета увеличатся более чем на 13%. При этом необходимо отметить, что увеличение расходов происходит при снижении государственного долга. Государственный долг Чувашии на 1 января 2018 года прогнозируется в объеме 14 миллиардов рублей. Депутат от партии «Справедливая Россия» Игорь Маляков предложил, по примеру, Мордовии, не сокращать госдолг, а высвобожденные средства потратить на решение приоритетных задач. В сравнении привели наши коллег с Мордови, что они правильно делают, и, соответственно, нужно ли сегодня нам держать госдолг и управлять именно таким образом. Для того, чтобы было понимание у всех, сегодня требование по госдолгу – это и требование правительства Российской Федерации. Соответственно, увеличение или госдолг выше собственных доходов не является правильным, потому что это экономисты необоснованные и большие риски. Соответственно, подвергать таким рискам свой бюджет, конечно, это, считаю, безответственно. Никто ничего не будет списывать. Президент Российской Федерации с учетом задолженности отдельных регионов, и у нас тоже долг есть, дал возможность республициализацию провести, прежде всего, тех кредитов, которые есть, и чтобы регионы вместо коммерческих кредитов получали бюджетные кредиты. Цена риска, она очень велика, очень высока. Это миллиарды, миллионы, миллиарды рублей тех же самых бюджетных народных средств. То есть, если вот просчитаешься, конечно, любой сегодня, абсолютно любой бюджет любого региона, любого субъекта, он заемные средства привлекает для решения тех или иных значимых проблем. Это нормальное, абсолютное явление условий рыночной экономики. Просто поясняют. И то, что размер нашего долга, вот Янг, я считаю, оптимальным, и его поколебать в другую сторону, это было бы не совсем, наверное, разумно. Позиция депутата с Проведроса выглядит более чем странно. Игорь Маляков считает себя специалистом в области бюджетной политики. И кому, как не ему, понимать возможные риски, если республика перестанет платить по долгам. Приняя продолжались около часа. В итоге депутаты приняли изменения в бюджет. Вектор, который был взят изначально на и обозначенный при принятии данного бюджета, на социальную ориентацию его, он всецело выполняется. И самое главное то, что он еще и увеличивается. То есть более 50% увеличение мы видим сегодня по здравоохранению, более 40% увеличение по образованию. Вливание в здравоохранение более миллиарда 222 тысяч рублей. Это фактически беспрецедентные вливания. Галина Титарчук, Сергей Адушкин, Республика. Их служба опасна и трудна. Сегодня сотрудники органов внутренних дел отмечают две знаменательные даты. Свой профессиональный праздник и столетие советской милиции. Главный критерий оценки работы органов внутренних дел – безопасность населения. Она напрямую зависит от раскрываемости преступлений. Поэтому показатели учувавшие в числе лучших ПФО. На помощь полицейским приходят современные технологии. ДНК-лаборатория, беспилотники, специальные программы и средства. Но все это играет не главную роль. Наша главная ценность – это люди. От рядового до генерала мы делаем все ради спокойствия и безопасности родной Чувашии. Чтобы каждый из его жителей и гостей республики чувствовали себя защищенными. Зло должно быть наказано. Это один из главнейших принципов нашей работы. Преданные, добросовестные и самоотверженные. Этими качествами обладают настоящие полицейские. Сегодня лучшие из них получили почетные грамоты и благодарности МВД России и главы Чувашии Михаила Игнатьева. Сегодня я был награжден почетной грамотой Чувашской республики. В принципе, очень приятно, заслуженно. Но это не только моя заслуга, это заслуга всего коллектива, в котором я работаю. Мы не зря выбрали эту профессию, поэтому мы превозмогаем все тяготы, неузгоды службы. И все это ради одного – порядка и спокойствия жителей республики. Татьяна Леонтьева, Татьяна Раевская, Сергей Агушкин, Республика. Инвестиционная компания «Финам» и Министерство финансов Чувашии решили стать партнерами в сфере повышения финансовой грамотности населения. Сегодня стороны подписали соглашение о взаимодействии. Планирование своего бюджета, доходов и расходов – признак того, что человек знаком с основами финансовой грамотности, ладит с цифрами и хотят все больше россиян. Хватит ли собственных средств на покупку нужного для дома товара, или есть смысл воспользоваться кредитом? А как накопить денег на отдых и что делать с ремонтом дачи? Ответы на эти и многие другие вопросы можно найти с помощью специалистов финансового рынка. Это они объяснят, как низкий уровень финансового образования населения тормозит инвестиционные процессы в экономике в целом и в конечном счете сказывается на уровне и качестве жизни отдельно взятого жителя республики. Исправлять ситуацию решили с помощью соглашения. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество и развитие. Как функционирует финансовый рынок, что такое депозит, кредит, его полная стоимость и скрытая переплата? Почему надо правильно рассчитать налоги? Еще одна актуальная тема – защита банковских карт от мошенничества. Специалисты Минфина и компании «Финам» уже запланировали бесплатные обучающие семинары, курсы, финансовые олимпиады и даже чемпионаты. Финансово грамотный гражданин не идет в пирамиды и не хранит деньги под подушкой. В пирамидах деньги он потеряет быстро, под подушкой медленнее, но тоже потеряет, потому что инфляция, которая хотя и снижается, все еще остается существенной. Финансово грамотный гражданин вкладывает средства в экономику своего региона, России в целом. Делает он с помощью таких инструментов, например, как акции и облигации. Что важно, при этом он может получать доход, заметно превышая ставки по банковским депозитам. Если мы сегодня станем финансовыми грамотными, будем более качественно управлять своими деньгами. И, соответственно, у нас и мошенников в финансовом рынке будет меньше, у нас меньше будет и финансовых пирамид, к сожалению, которые сегодня имеют место быть, и некоторые наши граждане, наше население попадают в эти сети. И вот наши цели подписания данного соглашения именно уберечь наших граждан от таких вот последствий, от таких вот, так скажем, финансовых преступников. Обе стороны уверены, общими усилиями можно добиться хороших результатов в деле повышения финансовой грамотности населения. Рифат Фадкулин, Александр Петров, Республика. Раз в год Ассоциация органов исполнительной власти субъектов ПФО в области имущественных и земельных отношений проводит заседание, где обсуждают и решают актуальные вопросы. На этот раз встреча прошла в Чебоксарах. Итоги проделанной работы нам прокомментировали министр финансов Светлана Янилина и министр юстиции Наталья Тимофеева. Много вопросов обсуждали, обсуждали касательно кадастровой оценки, потому что сегодня это волнует не только органы властей, это волнует сегодня граждан наших населений, потому что касается каждого человека. Поэтому корректное его проведение, качественное проведение данной работы, действительно, это необходимость в этом есть. Поэтому в целях совершенствования федерального законодательства по данному вопросу выработаны были некоторые решения, которые Ассоциации в последующем вынесут на федеральную площадку для обсуждения. Был живой диалог, поделились мнениями, и общая цель, она, конечно же, связана с минимизацией споров, для того, чтобы нашим гражданам было обоюдно, понятно и более доступно вот эти вот земельные правоотношения, земельные законодательства, очень для многих они вызывают множество вопросов. Наша все-таки цель в том числе и разъяснительная. В первую очередь, главное понять все для себя и уже для того, чтобы для наших пользователей, для наших обывателей это было более понятно и доступно. В Чебоксарах с 12 ноября меняется расписание движения троллейбусов. В рабочие выходные дни график отличается. Сделано это для сокращения убытков троллейбусного управления. Подробная информация на сайте столичной администрации. Чебоксарский район отметил сегодня 90-летие с момента образования. Празднование приурочили к дню работника агропромышленного комплекса Чувашии, что вполне закономерно. Сельское хозяйство муниципалитета демонстрирует хорошую динамику. По сравнению с прошлым годом в Чебоксарском районе выросли объемы производства всех видов сельхозпродукции – зерна, овощей, мяса, молока. Увеличился и такой важный показатель, как инвестиционная активность. За пять лет вложена инвестиция в основный капитал района – более 13 миллиардов рублей. Создано около тысячи новых рабочих мест. Среди новых инвестиционных проектов можно выделить такие, как строительство типичного комплекса «Новочебоксарский» площадью 22 гектара в деревне Кадрагосы от лажерского сельского поселения стоимостью проекта более 6 миллиардов рублей. Так как я сам родился, вырос и живу в Чебоксарском районе, я смело могу отметить, что наш Чебоксарский район всегда динамично развивался и развивается. Наши достижения во всех отраслях всегда занимали передовые позиции среди районов Чебоксарской республики. Чебоксарский район был и остается крепким тылом столицы Чувашия. В годы индустриализации его жители одними из первых шли работать на вновь открываемые заводы. Во время войны принимали у себя эвакуированных из префронтовой полосы и обеспечивали продуктами бойцов Красной Армии, собирали средства на покупку самолетов и танков. Здесь всегда жили и по сей день живут люди, которые много и честно работают. Это одна из лучших традиций, передаваемых из поколения в поколение. Наши предки делали все для того, чтобы молодое поколение жил в лучших условиях, чем они сами жили. И вот наша миссия тоже заключается в том, чтобы органы власти, создавая благоприятную среду, создавали условия для самореализации молодежи. Три аппарата искусственной почки на всю республику. Так начинала диализная служба 40 лет назад. Сейчас в Чувашии действуют два специализированных центра амбулаторного диализа. Перспективы развития этой области обсуждали на межрегиональной научно-практической конференции. Врачи-терапевты, нефрологи, специалисты гемодиализных центров Чувашии и соседних республик собрались в национальной библиотеке. Тема обсуждения – лечение пациентов с почечной недостаточностью. В России, по мнению специалистов, опасность этого заболевания недооценивается. Нет общей концепции. Регионы вынуждены справляться сами по мере сил. Надо отдать должность Чувашской республике, почему мы сюда с таким удовольствием приезжаем. Потому что здесь очень адекватное понимание и руководства республики. Я готов порадоваться за вашу республику, потому что позиция Минздрава, позиция министра, она очень-очень нас радует. Позиция предельно проста – продолжать развивать в Чувашии диализную службу. На сегодня аппараты искусственной почки ежедневно помогают продлевать жизнь больным в Республиканской клинической больнице и в двух специализированных центрах в Чебоксарах и Канаше. Последний, кстати, был открыт совсем недавно, в августе этого года. На настоящий момент в Республике имеются все методы заместительной почечной терапии, которые вообще практикуются в мировой практике. То есть тот диализ, который проводится и в Соединенных Штатах, точно такой же диализ или генофильтрация проводится и в нашей Республике. Мест для пациентов хватает. При всем том, что один человек проходит процедуру очистки крови на аппарате три раза в неделю, по четыре часа. Все же врачи прогнозируют увеличение пациентов, поэтому уже сейчас говорят об открытии еще одного специализированного центра за счет государственно-частного партнерства. В перспективе компании планируют открытие города Новочебоксарска. Тогда у нас как бы система полностью выстроится. Имеются два центра, скажем так, государственно-республиканские. Ну и этот механизм трансплантации почек мы тоже развиваем. Сегодня все больше и больше наших пациентов получает высокотехнологическую помощь. Мы отправляем ведущие федеральные центры, которые занимаются именно трансплантацией. Дальняя перспектива республиканского здравоохранения – заняться трансплантацией почек в Чувашии. Ирина Волкова, Андрей Спиридонов, Республика. Студентки Чебоксарского художественного училища получили гран-при Всероссийского конкурса «Волжская палитра». Верхняя одежда – плод творчества молодых дизайнеров. Студентки каждый год участвуют во всероссийских конкурсах, предлагая интересные творческие проекты. Работали по такому принципу. Опираясь на фольклорные мотивы, старались создать современные модели. Они, изучая особенности костюма, делают свои исследовательские работы, а на основе исследований создают уже своими руками какой-либо образец народного творчества в виде костюма. Первые сомнения в удаче, получится, не получится, они всегда есть. Любой художник начинает с сомнений. Сомневающийся художник – это настоящий творец. Ну а в течение работы, в течение исследований, в течение пошива сам процесс начинает захватываться. И по мере увлеченности результатом и получается сам результат. Любой костюм, будь то русский, будь то чувашский или другого народа, это прежде всего ансамбль. Ансамбль, который включает в себя не только предметы одежды, рубаха, платье, сарафан, фартук, но еще огромный комплекс мелких дополнений, которые завершают образ. Победители всероссийского конкурса – студентки четвертого курса. Их 13 человек. С коллекцией Эдна в течение этого года они успели поучаствовать сразу в трех конкурсах и заняли призовые места. Чувашские костюмы легко отличить от других. Основные цвета – красный и белый. Обилие стилизованной вышивки, украшения. Как творческие личности девушки пробуют себя в разных стилях. Например, коллекция «История черного костюма» тоже нашла своего зрителя. Она участвовала во внеконкурсном показе. Победу в конкурсах окреляют. Команда художественного училища уже строит планы на будущее и готовит эскизы новых коллекций. Это все новости выпуска. Я с вами прощаюсь. Хороших вам выходных! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова